что друзья у нас вечер как проходит нас вечер я вам покажу но во первых мы стараемся еду сейчас максимально готовить на угля вот сегодня именно у нас курица овощи все здесь под фольгой замариновано будет очень и очень вкусно далее мы конечно же играем с детками сегодня у нас развлекательная программа была соседскими ребятами и наши дети пинали мячики далее у нас очень красивые закаты очень красивые мы смотрим наблюдаем далее вы слышите музыка доносится так вот там проходит дискотека пол 9 начинается дискотека детская также есть там пляж экстрим вон там вот чуть подальше там есть кинотеатр под открытым небом там есть различные тоже мероприятия которые проходят в общем там точно очень очень классно мы там не были и пока мы думаем либо мы сегодня едем туда либо мы сегодня едем туда ну точнее идем а пока подпишитесь на канал поставьте лайк этому выпуску нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропускать ну и конечно же подпишитесь на наши инстаграм и ссылочка в описании что друзья вы просили показать как выглядит точнее как мы спим в машине как все это выглядит вот смотрите вот такая вот у нас большая кровать мы здесь все помещаемся но я конечно сплю в палатке мне очень нравится в палатке ребятам очень нравится спать в машине вот так вот видите как свободно это я еще здесь сижу так сказать вот в полный полный росточек на вытянутых ногах очень очень просторно все спокойно ночи ну что друзья какой потрясающий рассвет согласны этому рассвету поставьте конечно же лайк пишите приятный комментарий и давайте с вами полетаем этим великолепным пляжем майами бич и великолепным местом оленевка друзья я хочу чтоб вы поняли немножко что такое оленевка 2020 году это вот такое вот бездорожье это вот такая вот очень мощное пылище я не знаю как здесь дышать здесь наверно просто всегда нужно ходить противогазе потому что это ну по мне так это вообще такая задница очень сильное солнце это мы сейчас едем по центральной улице оленевки улица ленина здесь есть вот тут смотрите рыночек на котором можно купить все вообще вот в этих вот двадцати метрах влево вправо вперед-назад можно купить все можно пополнить карту можно снять деньги такое такая здесь локация достаточно дельная спать быстро дорогу здесь ложат уже на протяжении нескольких лет мы сюда приезжали в том году здесь была такая задница в этом году ну ничего не изменилось я вообще не могу сказать что стало как-то чуть-чуть лучше нет не стало но пытались говорят если проложить коммуникации какие-то газ там на что-то все как вот подняли так не могут не как-то строить но вообще никому здесь нет контроля какого-то наверное здесь нет вот такие здесь тротуары пожалуйста приезжайте с колясками вам будет очень удобно с уважением администрация оленевки vip номера видите шикарными с шикарной пыли пылью чистейшая морская пыль стоимость наверное от 4 тысяч вот так вот но такие палатки покупаешь и у тебя просто бетон на товаре я так покупал в это купили детские очки детишкам но подводные они вообще они во-первых выгоревшийся упаковка ну знаете абсолютно никакого нет товарного вида то есть типа детям подарить не получилось то есть ты как будто их из помойки достал он там и типа держите ночью выбора нет как бы здесь надо было здесь покупать фрукты все в пыли да единственное что на рыночке на это вот мы покупаем там люди сами включают водопровод и поливают это чтобы не так сильно била пыль и плюс ты можешь попробовать да сразу под проточной водичкой так сказать вот мы сейчас в прохладе укладываем детишек спать лагерь мы оставили и соответственно хочу немножко показать вам оленевку проедемся вот так по кругу доедем там до кемпингов покажу вам все что это и и и и и и и и Здесь в Оленевке есть еще прокат скутеров, как ездить на них я тут, конечно, не понимаю, потому что пылище, но здесь, кстати, вот в этой части поменьше пыли, здесь за счет того, что, видите, уже щепленкой нормально закатали, пыль, видимо, уже не долетает до сюда, хотя, когда мы первый день останавливались там в столовой, там тоже была бы, не знаю, сейчас вот прокатимся, посмотрим, все вам покажем. Ну вот по этой улице много очень жилья, сдают разные гостиницы какие-то, хостелы, улица Таврическая, низкая. Ну вот отсюда все равно на море топать надо, конечно, велопрогулки очень популярны, я тоже читала, что здесь маршрут прикольный есть. Я, кстати, на Мыслителя вот эти камни не могу понять, где вот это вот находится. Кстати, я... В смыке. А? В смыке. Почему? Что, почему это это говорит? Какие был головы в Мыслителя? Вот, или камни стоят, а что на Утархан-Путе, где-то когда-либо добраться, у которого Мыслителя такой впаде. Да, вот здесь бы дорога была бы нормальная, и уже бы, да, лучше было бы, в любом случае, гораздо. Прямо больше всего. Да, вот люди, детки все обидутся в море. Топыт здесь до моря действительно очень много. Пицерия, продукты, живое пиво, жилье, да, немножко прогулки, катери, дайвники всякие там. Вот, лично по нам, так, сюда нужно приезжать первое. Это, конечно же, увидеть Черное море совершенно другим цветом и им насладиться. Но не насладитесь бы в полной мере, потому что здесь вода прохладная. Она как бы не холодная, но она прохладная. Вот, допустим, не так, как на юге Крыма, не так, как в Черном море, когда ты заходишь, и действительно как парное молоко. Здесь она постоянно тебя в тонусе держит. Вот. Из-за этого здесь детки в большей своей части кашляют. Простужаются. Простужаются, заслужаются, потому что ноги в холодной воде выходят. Ну, короче, вот так вот. Сейчас с темы сменю. Смотрите, вот находится автокемпинг. Санцер называется. У них так интересно, такие домики, автодома. Проследие с друзьями. в общем следующий момент дайте наверно сейчас остановлюсь это схожу вам потом поеду потому что хочу дальше чуть-чуть вам показать дальше смотрите сюда нужно приезжать если вы катаетесь на доске там сурсов сервис даже есть если школы с парусом без паруса этим накататься далее здесь дешевые прокаты водного транспорта пример гироскутер гироскутер стоит тысяч рублей 5 минут это гораздо дешевле чем сочи сочи дружку стоит 7 минут вот еще что зачем сюда можно приехать ну и конечно за природой пока взять кораблик покататься на кораблике выпуск отдельно будет выпуск будет посвящен прогулки на катере отдельный и посмотреть все гроты красивые пляжи все на кораблике можно поездить по мысу можно поехать на машине но всей красоты сверху ты не увидишь вот поэтому мы подготовили для вас кадры с моря с катера и с воздуха что вас полностью сошелся пазл поэтому подпишитесь на канал поставьте лайк выпуску нажмите на колокольчик напишите приятный комментарий нам очень нужна ваша поддержка и когда я читаю ваши комментарии нам очень и очень приятно и я отвечаю почти всем погнали дальше по оленевки или оленевки поправьте в комментариях как правильно дальше смотрите тут же открывается вид посмотрите здесь есть скейт-парк ребята катаются достаточно прикольно парковка это пляж до здесь так уже атмосферного здесь можно видеть такие ребята как скейтеры серфингисты серферы да 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 вот немножко вот это выглядит вот так вот какая классная на этом пляже установлен памятник большим вот этим синим медузам короче здесь прям прикольно вот он вход на пляж стрим что там стоят на входе и посмотрите здесь какой большой кемпинг короче здесь вообще с палаткой самый кайф просто снимать за те деньги которые здесь предлагают но это только ради душа и то вот это только у нас нету душа я сейчас выйду и вам что друзья вот смотрите вот так выглядит кемпинг надеюсь ветер нам не помешает достаточно большая большая территория я не знаю если ветер стихнет я поднимусь на доме вставочку сделаю выпуске но пока так вот достаточно большая история есть огромный минус как вы увидели нет вообще здесь от жары можно я не знаю помереть но мы просто это прошли витязево и без деревьев это точно нет хоть у нас есть небольшой навесик но это все равно очень сложно вот так вот это ребята выглядит в общем здесь ребята палатку стоит 300 рублей по моему поставить но сами видите нету здесь ни тенька ничего поэтому чуть-чуть доплатить и быть хоть в каком-то теньке создать себе такую зону чаши любви маяк да отсюда отсюда вот парковочка если на катере здесь бросил не поехал кататься на катере это что а вот начинается до оленевка велочь самая такая распиаренная раскрученная от компании глобус глобус мы тоже думали здесь покусываться короче мы решили у них ранее гранирование только через сайты это вот так все вот выглядит вот такие домики все разделено по улицам есть поближе к морю есть подальше от моря соответственно все домики оборудованы кондиционером здесь общий туалет и груши но здесь очень-очень много да вот видите вот эти вот сине-белые кабинки это и есть туалеты душевые их действительно по-настоящему много есть собственный магазин базар где все можно купить ну слушайте достаточно дельно дельно да но говорят у них не очень классный пляж ну как говорят но большая территория смотрите какая большая пляж вот вдалеке вы можете увидеть тот самый затонувший корабль который лег в Ибрагим как это называется да и впереди вот есть маяк цены на виллоч вы можете сами посмотреть не скажу а вот вообще бросают люди просто вот так вот в палатке прям рядышком и все и не парятся то есть можно тоже идти так как бы на ваше усмотрение кому что нравится так маяк мы с Траханкут так здесь стоят только так да вот в том году мы в том году мы тоже вот сюда приехали здесь здесь не ловил абсолютно связь мы здесь поковырялись в носу и так сказать все и уехали поцеловали в танки всех в кафе и магазинах здесь начинается видимо военная часть попробуем проехать да а мы же доезжали до маяка в том году здесь да сейчас поедем и поедем ехать но пока не знаем что из этого получится но пойдемте посмотрим так вот нам дядька показал что заезжать сюда нельзя по какой-то причине стыд с рацией видимо что-то здесь не бывает ну да здесь видите военная часть что-то они здесь тусуются западная точка маяк вот так вот вот такой западный Крым видите да какая пылища ребята вот так вот вот люди сняли жилье себе видимо за тысячи три и идут идут в морюшку вот 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 сан сколько там стоит я не знаю смотри с ним можно ехать спросить водки рядом с экстримом получается да с экстрим пляжем ага три кемпинг получается таких ну вот маями можно поставить ну вот видишь что с душем если есть у некоторых души какая вода вот в воде я считал что вода все равно на эти счет все вот это ваше душа если там вода все равно вода потому что теплая можно помыть вот мы друзья пробрались с вами к вейпу видите так вот красивый красивый еще можно было бы к нему прям так подойти а нельзя? там нет наверное видимо спорим там уже закрыто вот видишь да парковка бесплатно пинцы видимо вот здесь какие то тоже пляжи интересно какие пинцы так вот мы нашли с вами бесплатную парковку так это тоже пляж наверное это можно угадывать тоже керчи кулич вот в керчи на 50 кулич 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 вот здесь пала мак кулич поднимки друзья покажу вам как здесь вид и затонувший корабль вот они так вот видите морские прогулки так усаживаются прямо вот с такого обрыва класс мак 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 друзья смотрите вот это сейчас был смерть чуть-чуть не успел вам снять но ребят вообще вы целы целы закрутила вот это их ребята закрутила так ух да мы тогда отдыхали на пляже и видели как здесь крутилась воронка и ушла в небо пару раз или три раза он крутанул так вот так вот опасная история вот такая вот пыльная машина столько вот на ней пыледорожной образуется при жилье в Оленевке мы каждый день гоняем в магазины и там постоянно вот такая пыль стоит столбом не знаю как здесь живут местные но это конечно жесть особенно вот в сезон